На оперативном совещании в администрации первым вопросом стала уборка снега на улицах и на внутридворовых территориях городского округа. За январь и половину февраля было вывезено 1200 кубометров снега. На территории городского округа Щелково основными объектами, которые подлежат содержанию, являются прежде всего общественные территории, которые числятся в казне городского округа Щелково. Их площадь насчитывает 454,8 тысяч метров квадратных. Это детские игровые и спортивные площадки и площадки тихого отдыха. 547 штук, 139 тысяч метров квадратных. Дороги общего пользования 856 километров. Внутриквартальные дворовые проезды 340 тысяч метров квадратных. Глава городского округа Сергей Горелов дал указания сотрудникам профильных отделов администрации в дни, когда возникают особо сложные погодные условия, контролировать уборку снега и льда на территориях с наиболее оптимальным и оправданным интервалом, если это требуется несколько раз в сутки. Второй вопрос, который заслушивался на оперативном совещании – промежуточные итоги инвентаризации муниципального имущества. Ее начали проводить в прошлом году в связи с реорганизацией системы управления в муниципалитете и проходившей передачей имущества от упраздненных органов власти их правоприемникам, действующим на территории муниципалитета. Инвентаризация – это проверка фактического наличия материальных ценностей и сверка выявленного количества с данными бухгалтерского учета. Главная функция инвентаризации – обеспечение достоверности учета, а также финансовый контроль за дальнейшими движениями потоков финансовых, контроль за хозяйственной деятельностью. Задача инвентаризации – формирование реестра муниципальной собственности, актуализация имеющихся сведений, приведение в соответствие данных бухгалтерского учета. Елена Лыжненко отметила, что в городском округе под инвентаризацию подпадают более 18 тысяч объектов, в том числе 141 – имущественный комплекс, это 7 муниципальных предприятий и 134 муниципальных учреждений. Помимо этого 12 617 объектов недвижимого имущества. Сюда входят здания, сооружения, жилые помещения, линейные объекты, дороги, сети, уличное освещение и другое. Движимое имущество составляет 5587 единиц. Также в перечень входит 354 земельных участок. С начала инвентаризации документальные изменения были зафиксированы по 580 объектам. Инвентаризационная работа продолжается. На совещании также был заслушан отчет Щелковского архива о работе в 2019 году и о планах на год текущий. Все намеченное на 2019 год выполнено на 100%. Однако основной проблемой, с которой сотрудники архива столкнулись сейчас, является переведение в цифровой вид всей документации. На совещании глава муниципалитета Сергей Горелов поставил перед профильными отделами и управлениями администрации, а также перед соответствующими службами предприятий и организаций задачу по разработке системы, позволяющей переводить в электронный вид документы еще до их передачи на хранение в архив. Андрей Циханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.